Здравствуйте! В эфире новости Карелии. В студии Виктория Швецова. И вот главные темы этого выпуска. В Петрозаводске с рабочим визитом был предпрезидент России Александр Гуцан. То, что тебя одобрили твои собратья по цеху, это означает то, что у тебя появились новые читатели. Во Всемирный день писателя состоялось награждение лауреатов ежегодной литературной премии журнала «Север». Рассказать именно китайскому туристу о том, что да, мы есть, мы интересны, а дальше уже китайский гость сам выберет, что ему лучше выбрать. В Карелию привлекут китайских туристов. Не помешает ли этому коронавирус? Курс на реальные результаты. Полномочный представитель президента России по северо-западу Александр Гуцан посетил Петрозаводск. Цель визита – мониторинг выполнения поручений президента в республике. Как нас проекты помогают улучшить жизнь населения Карелии, расскажем в нашем репортаже. Петрозаводский детский сад «Гармония» на Древлянке – пример реализации национального проекта «Демография». Здание республиканские власти приобрели год назад. Сейчас детский сад посещают 300 детей. Треть из них – воспитанники ясельных групп. Полномочный представитель президента Александр Гуцан знакомится с самыми маленькими. Это дети от года до двух лет. Помещение для 12 групп, музыкальные и спортивные залы, кабинет педагога-психолога, даже тренажерный зал. Беговые дорожки и велотренажеры здесь, как у мам и пап, только в уменьшенной версии. Воспитатели говорят, это помогает прививать культуру здорового образа жизни. Количество дошкольных учреждений в Карелии увеличивается. Объект на 200 мест приобрели в Заозерье, по одному возводят в Челне и Сартовале, три – в Петрозаводске. Здесь острее всего стоит проблема нехватки мест. Сейчас в очереди более 7 тысяч детей. С открытием каждого нового детского сада число желающих получить там место сокращается. Реализацию другого национального проекта здравоохранения Александр Гуцан проверяет на следующем объекте. Республиканский онкологический диспансер в 2019 году получил 159 миллионов рублей на переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием. Сюда закупили 17 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф. В этом году планируют приобрести еще 29 аппаратов, в том числе магнитно-резонансный томограф. Но эффект есть уже сейчас. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях в прошлом году, увеличилась по сравнению с 2017 годом на 2,5%. Ход реализации национальных проектов на территории Карелии полпред Александр Гуцан обсудил на рабочей встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым и на совещании в правительстве. В 2019 году на эти цели потратили 7,1 миллиарда рублей, из них более 5 миллиардов из федерального бюджета. Полпред отметил, основные цели нацпроектов – снижение уровня бедности, увеличение доходов и качества жизни граждан – можно достичь только реальными делами. Самый главный результат, который нам предстоит добиться – это реальные перемены к лучшему в жизни наших сограждан. Это обязывает всех нас с большим вниманием подходить к решению вопросов развития республики и повышения качества жизни людей. Работа в рамках нацпроектов приносит вполне ощутимые результаты. За минувший год в республике привели в порядок почти 100 километров дорог регионального значения. Построили 275 тысяч квадратных метров нового жилья, а 6,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья смогли расселить. В комфортные условия переехали 140 карельских семей. Это лишь некоторые итоги. По итогам 2019 года на сегодняшний день уже подтверждено выполнение Карелии 109 из 130 целевых показателей нацпроектов. По 14 показателям итоги статистического наблюдения станут известны в первом полугодии 2020 года. Обсудили и планы на 2020 год. Финансирование на их реализацию составит уже 9 миллиардов 700 миллионов рублей. Юлия Степанова, Юлия Кучеренко, Владислав Петров, Сергей Беляев, Служба новостей. В завершении рабочего визита в зале благородного собрания Национального музея Карелии Александр Гуцан вручил ветеранам медали, выпущенные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В торжественной обстановке юбилейные награды из рук полпреда получили 9 человек – почетные граждане Петрозаводска и Карелии. Среди них ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. После церемонии и фотографий на память гости остались на чаепитие с традиционным карельским угощением. Сегодня в Петрозаводске прошла конференция предпринимательства «Женщина и бизнес». О трудностях, с которыми сталкиваются карельские женщины-предприниматели и способах их поддержки узнала наш корреспондент Наталья Ильина. Вот лично вам зачем нужно быть сегодня здесь? Более 300 женщин из Петрозаводска и районов Карелии встретились, чтобы поделиться знаниями и опытом ведения бизнеса, наметить цели, найти новых клиентов и партнеров. Проводит мероприятие Корпорация развития Республики Карелия и уже не первый год помогает предпринимателям в развитии собственного дела. Конечно же, она направлена на то, чтобы наши женщины-предприниматели, наши женщины, еще только имеющие творческую какую-то инициативу, смогли создать свой бизнес, смогли его развить. Олег Ермолаев, представляющий Минэкономразвития Карелии, отмечает, что с каждым годом создается все больше новых проектов для женщин-предпринимателей. Мы видим с каждым годом все больше отклик женщин и их большой интерес к развитию своей предпринимательской активности. Конференция полезна и тем, кто только планирует открыть собственное дело, но у большинства участников уже есть план действий для развития. Ольга Лохтанова – руководитель детского клуба. Смогла вернуться к профессии детского психолога благодаря собственному бизнесу. Мне важно и участие в этом, мотивация, и общение с коллегами, ну и информация, которая о мерах поддержки социального предпринимательства тоже очень важна. Яна Николаева по специальности тоже психолог, мечтала о собственном деле и открыла детский развивающий клуб. Женщины, мы гибче, где-то в каких-то вопросах можем проявить креативность, поэтому нам проще считаем. Программа мероприятия очень насыщенная. Деловые игры и мастер-классы, тренинг по профессиональной грамотности и семинар по моделям и формам поддержки организаций малого и среднего бизнеса. А для мам с детьми организаторы предусмотрели детскую комнату и анимационные программы. Кто нарисовал? Лев? Маме, да. Маме лев нарисовал. Какой красивый рисунок, да? Наталья Ильина, Иван Пахомов, Служба новостей. Сразу в двух городах республики, в Костомукше и в Кондопоге, вернувшихся с отдыха туристов госпитализировали с подозрениями на коронавирус. Официально факт заражения вирусом еще не подтвержден. Как сообщили в Минздраве, пациенты вернулись из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Из Италии и Арабских Эмиратов. Все они сейчас находятся под наблюдением. Проявлений заболевания у этих людей нет. Однако медики приняли ряд необходимых мер. Первые анализы уже отправлены на исследование. Следующие возьмут на третий и десятый день. Улицы Ватутина и Гвардейскую отремонтируют. Карельский регистр ищет доноров костного мозга. Ко Дню Победы в Петрозаводске появится 10-метровый калаш. Об этом и не только в рубрике «Коротко». Улицы Ватутина и Гвардейскую отремонтируют в рамках всероссийской кампании «Улицы Победы», которая пройдет в 83 регионах страны. Администрация Петрозаводска приглашает присоединиться к созданию 10-метрового калаша ко Дню Победы. Его составят из фотографий участников войны. Снимки принимаются до 8 марта. Карельский регистр ищет доноров костного мозга. Для того, чтобы стать им, нужно сдать анализы и заполнить анкету по адресу улица Кирова, 38А, офис 4. Фонды Музея изобразительных искусств Карелии пополнились. Приказом Минкультуры России 142 произведения живописи и скульптуры направлены к нам из Подольска. В этом году музей отметит свое 60-летие. Пудырские налимы объединили более 300 любителей подлёдной ловли в Адлазерском парке. В фестивале участвовали не только рыбаки со стажем, но и их жены с детьми. В преддверии 8 марта Российское движение школьников организует праздничную акцию. Участники могут нарисовать портрет мамы, написать рассказ или принять участие в фотоконкурсе. Подробности на сайте Российского движения школьников. Награждение лауреатов ежегодной литературной премии журнала «Север» состоялось во Всемирный день писателя. Лауреатами премии в этом году стали авторы из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Подробнее расскажет Юлия Степанова. Сергей Псарёв, писатель и художник из Санкт-Петербурга, часто путешествует по Карелии и проникся природой края, её людьми, их традициями и проблемами. Он отразил всё это в своём очерке «Карельские встречи Южкозера» и стал лауреатом литературной премии журнала «Север» в номинации «Публицистика». Когда гибнет природа, человек наносит удар по самому себе. Для Карелии это очень чувствительно, как мне кажется. И вот идея моя, мысль донести вот это беспокойство о том, что этот край нужно сохранить. Сегодня мы можем это сделать, а как будет это завтра, ну, наверное, завтра это будет дело труднее, послезавтра мы можем просто опоздать. А вот Елена Крюкова в Карелии впервые. Она родом из Нижнего Новгорода. Однажды она вспомнила, что когда-то известный нижегородец Захар Прилепин послал свою первую прозу в этот журнал и решила попробовать свои силы. Её роман «Хоспис» вызвал большой отклик и у читателей, и у коллег. Сейчас премии – это возможность, если люди замечают тебя и обласкивают тебя, поддерживают тебя. Это громадная поддержка. Это ещё и духовная поддержка, потому что то, что тебя одобрили твои собратья по цеху, это означает то, что у тебя появились новые читатели. Среди лауреатов в номинации «Поэзия» Андрей Шацков, редактор легендарного альманаха «День поэзии. 21 век». «Север» уже неоднократно публиковал его стихи. В этом году подборка стихотворений «Распластаны лебедя, белые крылья» стала победоносной. Рад, что получил эту премию. У меня есть премия журнала «Наш современник», есть премия журнала «Юность», есть премия журнала «Молодая гвардия», есть премия журнала «Нева». Все они прописаны в Википедии на моей странице, теперь я горжусь, что к ним добавится лауреат премии журнала «Север». Седьмой раз журнал «Север» вручает премии за лучшие публикации года. Деньги в премиальный фонд из своих личных средств традиционно выделяют первые лица республики. В этом году размер премии для каждого лауреата составил 30 тысяч рублей. Но главное – всероссийский уровень, который уже много лет поддерживает издание. Вся, я не побоюсь этого слова, писательская общественность России будет обращаться к тем произведениям, которые отмечены премией. И за все 7 лет существования премии ни разу не было, чтобы эти произведения остались незамеченными критикой или российским читателем. Юлия Степанова, Владислав Петров, Служба новостей. В Карелию планируют привлечь туристов из Китая. Эту тему обсудили в Петрозаводске в рамках семинара о культурном туризме. Как и чем заинтересуют гостей из Поднебесной и не помешает ли этому коронавирус, узнавал Николай Нефёдов. Для Карелии китайский туризм – явление новое. У республики большой потенциал для привлечения гостей из Поднебесной. Но чтобы реализовать его в полной мере, действовать нужно комплексно. Об этом говорили сегодня в Музее изобразительных искусств в рамках семинара, посвященного культурному туризму. Карельское гостеприимство и радушие, самобытная культура и, самое главное, уникальная природа русского севера – для искушенного туриста в Карелии есть почти всё. Но основной турпоток из Китая всё равно едет в Санкт-Петербург и Москву. По мнению специалистов, причина простая – Поднебесные о нас пока не знают. Есть какое-то понимание о том, что да, существует тот или иной регион, но с какими целями туда ехать, для чего, что посмотреть, в Китае об этом не знают. Поэтому основная задача здесь максимально представить информационно и рассказать именно китайскому туристу о том, что да, мы есть, мы интересны, а дальше уже китайский гость сам выберет, что ему лучше выбрать. Рассказать китайцам о Карелии предстоит через интернет. Роль первопроходца доверили Музею изобразительных искусств. У музея появится ветка сайта на китайском языке, а в социальных сетях Китая создадут аккаунт для продвижения музея. На эти цели был получен грант по программе приграничного сотрудничества Карелия. Привлечь гостей из Китая планируют в частности с помощью калевалы. В музее появится новая постоянная экспозиция, посвященная карелофинскому эпосу. Туда мы постараемся собрать все лучшие работы из наших фондов, представить их как гостям города, так и нашим жителям. Если говорить конкретно о туристах, то, конечно, когда они приезжают, они хотят познакомиться с культурой Карелии. Что, как ни культуру, может показать наш эпос. Поэтому именно на нем мы решили сконцентрировать наше внимание. В рамках грантовой программы в музее также разработают аудиогид на китайском языке, создадут новую линейку сувенирной продукции и проведут масштабную кампанию по популяризации музея. Таким образом, музей ИЗО для китайцев станет своеобразным культурным центром и отправной точкой для более близкого знакомства с Карелией. Произойдет это к 2022 году. Поэтому, по мнению специалистов, коронавирус как временное явление не будет помехой. Николай Нефедов, Александр Борисов, Служба новостей. Это были главные темы этого выпуска. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин